Долгожданное новоселье. Более 200 петропавловских семей до конца года получат новое жилье. Подскользнулся и упал. Пять североказахстанцев получили травмы из-за гололеда. Кто еще пострадал из-за октябрьской зимы? Апостолы Линнея. Шведский посол представил в Петропавловске эксклюзивное издание. 238 семей Петропавловска до конца года отметят новоселье. В микрорайоне Беряки близится к совершению строительства трех многоквартирных домов по программе развития регионов до 2020 года. Кто станет обладателем нового жилья, расскажет Гульнара Кали. Строительство этого 90-квартирного дома по улице Гастелло в микрорайоне Беряки близится к завершению. Жилье возводит подрядная фирма «Стройкомпания». Работа на объекте идет без выходных. Задействованы более сотни человек. Внутреннюю отделку здесь практически завершили. Установили двери, окна и сантехнику. Субподрядная компания «МИК» подключает квартиры к системе газоснабжения. «Ведутся работы по установке газовых плит, по установке сантехнических приборов, смесителей, ванн и прочих. 90% готовности уже». Это один из двух многоэтажных домов, которые планируют сдать до конца года в Петропавловске. Жилье возводят по программе развития регионов до 2020 года. Заветные квадратные метры получат 145 семей. Новый год они смогут встретить уже в новых квартирах. «В следующем году у нас будет работать программа АО «Казахстанская ипотечная компания». По юбилейной «Симашка» у нас уже ведется строительство с июня 2015 года. На данный момент уже два этажа стоят. Также проектно-сметная документация по трем домам тоже подготовится. В 2016 году будем сдавать эти дома». Также в микрорайоне «Береке» в этом году сдадут в эксплуатацию 93-квартирный дом по программе «Молодая семья». Завершается строительство и двух общежитий на 200 мест для детей-сирот по программе «Дорожная карта занятости». «Из этих двух домов 50% квартир распределяет местный исполнительный орган. 50% распределяет жилстрой Сбербанк для своих вкладчиков. Документы на эти два дома уже у нас приняты. Для наших очередников уже документы обработаны. На официальном сайте Акимата города Петропавловска имеется информация, кто прошел основные требования. После этого каждому будет выдаваться направление на оценку платежеспособности в жилстрой Сбербанк». В Петропавловске с начала года сдали в эксплуатацию четыре многоэтажки. На воселье уже отметили 180 североказахстанцев. Всего в очереди на жилье в областном центре стоят более 11 тысяч человек. Гульнара Калий, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. 14 октября – Всемирный день стандартизации. В Петропавловске прошел информационный день под девизом «Стандарты – язык, на котором говорит весь мир». Сейчас существует более 67 тысяч нормативных документов по стандартизации, в число которых входят национальные, международные и региональные. Почему важно следовать принятым порядкам и нормам, смотрите в следующем сюжете. Этот праздник в Петропавловске решили отметить с пользой для дела. На информационный день пригласили предпринимателей региона, чтобы рассказать о мановшествах в сфере стандартизации. Но сначала приятная церемония – вручение грамоты благодарственных писем от Казахстанского института стандартизации и сертификации. Отмечать тех, с кем хорошо налажена работа – это ТО «Радуга», компания «Сопронат» и завод тяжелого машиностроения. Учредили праздник 45 лет назад. Девиз этого дня в 2015 году – стандарты и язык, на котором говорит весь мир. И действительно, именно принятые нормы и характеристики дают нам необходимую информацию, гарантируют качество и безопасность продукции и услуг, упрощают доступ, устанавливают требования. В рамках принятых международных и национальных стандартов работают на заводе «ЗИК-100». Наши предприятия широко используют в своей практике стандарты разных видов. Кроме того, мы сертифицированы по ИСО и поддерживаем систему в работоспособном состоянии. Это значит, что производство получает возможность развиваться. Без стандартов невозможно добиться успехов сейчас ни в одном виде деятельности, в том числе в промышленности. О новшествах предпринимателям рассказывают специалисты Казахстанского института стандартизации и сертификации. В региональном филиале работают пять специалистов. Они ведут информационную работу в области. Распространяет предприятиям, предоставляет предприятиям информацию о новых национальных стандартах, о новых международных стандартах. На базе института создан единый государственный фонд нормативно-технических документов, который насчитывает более 67 тысяч наименований нормативных документов по стандартизации. Всего в мире существует порядка 19 тысяч разных международных стандартов. Около 11 тысяч из них используют в нашей стране. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Далее реклама. Оставайтесь с нами. Казградстрой идет навстречу своим клиентам. Мы готовы рассмотреть ваше вторичное жилье в качестве вступительного взноса в строящемся 12-этажном доме жилого комплекса «Кызылжар». Любые квартиры, в любом районе, на взаимовыгодных условиях. Казградстрой воплощает мечты в реальность. Осень. Слякоть. Не грусти. Звони в «Империал такси». Подаркам меловицы каждый рад. Копи на сертификат прокат. «Империал» и «Меловица». Спеши подарком насладиться. Продолжаем выпуск. Осторожно, гололед. Вчерашний снегопад продолжает приносить петропавловцам не только неудобства, но и неприятности. В среду пять человек обратились в третью горбольницу с различными травмами. Кто и как пострадал от непогоды, расскажет Гульнара Кали. С утра по улицам Петропавловска автомобили из-за гололеда передвигались со скоростью 20 км в час. Но избежать аварии не удалось. Многие не успели переобуть свои машины в зимнюю резину. Только в первой половине дня произошло семь аварий. Говорят, стражи порядка. К счастью, без жертв и пострадавших. В основном это механические повреждения транспортных средств. Это в основном несоблюдение дистанции и превышение установленной скорости. И вот это вся является причиной. Это каждый год у нас период гололеда. Потому что многие водители еще не поменяли летнюю резину на зимнюю. Этим утром Виктория Ярославцева на своей машине возвращалась домой из Кокшитау. Поездка выдалась утомительной. Потому она решила поскорее заменить летнюю резину на зимнюю шипованную. Когда к городу подъехала, очень сильно была скользкая дорога. Поэтому машина была неуправляемая. Очень было тяжело. И практически большой резкий перепад. Поэтому я очень сильно засомневалась и сразу решила переобуть колеса. Чтобы поменять резину, хозяева машин по несколько часов проводят в очереди. На шиномонтажке сейчас горячая пора. Не сидят без работы и травматологи. В третью городскую больницу за помощью обратились пять человек. Кто-то отделался ушибами, а кто-то получил переломы руки и ног. Была женщина с переломом луча в типичном месте. Оказали первую помощь от ломки. Отрепанировали, наложили гипсовую повязку, отпустили ее домой. Больная будет нетрудоспособна в течение полутора месяца. И второй более тяжелый случай – это пострадавшая из района, из Бишкуля, торопилась на работу, упала, подвернула ногу, получила трехлодыжечный перелом с вывихом стопы. Североказахстанцам к таким резким перепадам погоды не привыкать. Буквально несколько дней назад стояла плюсовая температура, а сегодня на улице гололед. Вот ходил в магазин, ноги болят. У меня сильно болят ноги. Поэтому стараюсь потихонечку по краешку идти. Это скользко сильно. По гололеду очень скользко. Раньше песком сыпали солью. Петропавловцы надеются, что в этом году коммунальные службы будут работать оперативно, вовремя чистить и подсыпать песком дороги и тротуары. К зиме, по словам специалистов, готово 128 единиц спецавтотранспорта. Гульнара Кали, Михаил Казначеев. Новости МТРК. По стопам отца. Непростую профессию выбрала Санья Умербекова. Два года девушка работает в пожарной части. С выбором профессии долго не думала. Глядя на отца, ей тоже хотелось помогать людям. Теперь они вместе копят общий семейный стаж. Пока это 22 года. О сложностях и тонкостях любимой работы они рассказывали нашей съемочной группе. Каждый день с этими кислородными баллонами спасатели выезжают на экстренные вызовы. Даже на самом опасном пожаре им не страшны ни гарь, ни дым. Воздуха хватает на час. Наполняют дыхательные аппараты с помощью компрессоров, рассказывает Джаслан Умербеков. Он-то и руководит процессом. На обслуживании у мастера больше 200 баллонов. Это база газодымозащитной службы. Единственная в области. Компрессоров здесь 3-1 в резерве. Наполнять можно по 4 баллона сразу на каждом. Уходит на это до 15 минут. Мастер внимательно следит за давлением. От его работы зависят сотни жизней. Джаслан Умербеков понимает, как важен для огнеборцев обычный воздух. Сам начинал с пожарного. Когда пришел на службу, ему было 32 года. Было тяжело, но мы шли ради того спасения людей. Люди говорили, когда я устраивался, может, уйдешь через год. Но этого не произошло. В данный момент я уже работаю около 20 лет. Эта работа, мне кажется, самая в этой жизни нужная работа. Джаслан Умербеков – счастливый отец. У него три дочери. Младшая, с детства частый гость в пожарной части. Целеустремленная и боевая Санья сначала приходила из интереса. А потом он перерос в любовь к профессии. Уже два года она работает радиотелефонисткой. Принимает звонки, собирают информацию и направляет огнеборцев на место чрезвычайного происшествия. Трудиться нужно сутками. Каждый звонок – новое переживание за тех, кто в опасности. Работа научила быть стойкой, делится Санья. А иногда приходится на время становиться психологом. Очень часто бывает, люди звонят, у них там паника, они кричат, орут, что у них там все горит. Еще нужно их успокоить. И самой нужно быть спокойной, чтобы не паниковать. Санья не против, если и ее дети будут спасать людей от огня. Говорит, профессия хоть и опасная, но благородная и нужная. Александра Солмина, Владимир Боровков. Новости МТРК. К другим темам. Энциклопедию апостолы Линнея презентовали в Петропавловске. Это эксклюзивное издание на английском языке. Североказахстанцам лично представил посол Швеции в Казахстане Христиан Камиль. Подробности в нашем материале. В зале областного историко-краеведческого музея сегодня особенная атмосфера. Здесь встречают почетных гостей – посла Швеции в Казахстане Христиана Камиля и представителя фонда ИК, автора энциклопедии апостола Линнея Ларса Янсена. Фонд ИК – это филантропический фонд, который работает в сфере исследования истории и, прежде всего, истории природы. Чрезвычайно рад, что у меня с собой гости из Швеции, которые представляют проект апостоли шведского ботаника Карла Линнея. У него было 17 учеников, которые он послал по всем странам мира, чтобы собрать информацию о природе, о географии. Один из 17 учеников Карла Линнея – Йохан Петер Фальк. В 18 веке посетил земли северного Казахстана. Тогда путешественник собрал немало информации о природе, географии нашего края. Издание Ларса Янсена подробно рассказывает о биографии Фалька и о его путешествиях – все на английском языке. Сразу после презентации с книгой знакомятся сотрудники музея. Кстати, апостолы Линнея выпущены в нескольких томах. Это восьмой, заключительный. Отдельно главы этой книги, Йохан Петер Фалька, посвящены именно Ишимской степи. И рассказывает, где он рассказывает о нашей крепости, где рассказывает о флоре и фауне нашего края. Это значит растительным и животным в мире. Даже дает гидрографическую характеристику реки Ишим. Тираж у энциклопедии небольшой. Всего тысяча экземпляров. Лишь один останется в Казахстане. Он будет храниться в Астане. В завершении встречи для гостей организовали небольшую экскурсию по музею. Познакомились с природой нашего края, показали отдельный уголок, посвященный Петеру Фальку. В следующем году гости из Швеции намерены посетить Уральск, где презентуют уже новые издания. Денис Севков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Традиционные конфессии – гарант межнационального мира в Казахстане. Так считают участники круглого стола, который прошел в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Посвятили встречу Дню Духовного Согласия. Он ежегодно отмечается в нашей стране 18 октября. В Казахстане проживают представители 130 национальностей, существует 18 религиозных конфессий. Единству народа в нашей стране всегда уделяют большое внимание. На встрече спикеры говорили о роли духовного развития в современном обществе, а также о прошедшем недавно Пятом съезде лидеров мировых и традиционных религий. Особенно их волнует воспитание подрастающего поколения. Именно молодежь в первую очередь подвергается влиянию экстремистских организаций, отмечают на встрече. А главным и действенным методом противостояния религиозному терроризму остается профилактическая работа. Для предотвращения всякого рода последствий проникновения, развития идеи религиозного экстремизма, здесь, конечно, большую роль должны играть именно традиционные конфессии, такие как ислам ханафитского мазхаба, православие, которые уже веками доказали свою преданность, надежность. Та межконфессиональная палитра, которая есть в нашей области, у нас, напомню, 10 конфессий в области, они все действуют в рамках правового поля и благодаря вот этому взаимодействию в нашей области и, собственно говоря, в нашей республике сохраняется и мир, и согласие. Объективный взгляд на историю. Конференция, посвященная 550-летию казахского ханства, прошла в Военном институте национальной гвардии. Историки, филологи и студенты говорили о становлении государственности. На встрече побывала Ольга Загоруйко. Участники конференции обсуждают историю казахского ханства. Первым выступил кандидат исторических наук Сабр Ибраев. Он рассказал об истоках нашей государственности, родоначальниками которой были ханы Женебек и Кирей. Сейчас это известный факт. Однако, по словам историков, в прошлом веке знали об этом только ученые. Открыто говорить стали только после обретения страной независимости. Когда эпогея Советского Союза в Москве была, тогда говорили, что вся история союзных республик начинается с 1917 года, где вся предыдущая история, где война с джунгарами, где война с другими племенами, которые нападали на Казахстан, где национальные события движения наших батыров. Все это было забыто, не об этом не говорилось. И сейчас мы, допустим, эти все ворачиваем исторические личности, пишем объективную историю. У Казахстана богатое на события прошлое. Знать историю нашей страны особенно важно студентам военного института. Именно им предстоит защищать землю, которую они получили в наследие от предков. Я выступил с докладом на тему «Обзор истории казахского ханства». Я постарался рассказать обо всех самых важных событиях, произошедших за пять веков. Основная цель – передать свои знания молодому поколению. Более сорока ханов. Столько правителей было с момента основания казахского ханства за неполные пять столетий. Какой след они оставили в истории, ученые подробно рассказали на конференции. С докладами выступили около десяти человек. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Гостеприимный Петропавловск 2015. Новый конкурс стартовал в областном центре. В нем участвуют предприятия, работающие в сфере туризма и обслуживания. Лучших выберут по 18 номинациям. Об условиях конкурса журналистам рассказали на пресс-конференции. Ксения Куценко стала ее участником. Сделать в Петропавловске еще гостеприимнее, развлечения интереснее, а отдых разнообразнее. Такой целью задались организаторы нового конкурса для предприятий, работающих в сфере туризма и обслуживания. Это новое испытание для гостиниц, ресторанов, кафе, салонов красоты, кинотеатров. Получить звание лучшего в этом деле будет непросто, говорит Алена Третьякова. Это будет голосование, голосование на сайте, который мы открыли специально для конкурса, конкурс НК-регион.кз. Плюс в течение этого месяца будет работать экспертная комиссия по всем направлениям. Есть специально разработанные критерии под каждую номинацию. А номинаций будет 18. Есть вступительный взнос, 10 тысяч тенге. Заявки принимают до 5 ноября. Подали их уже порядка 20 заведений города. Но эта цифра увеличится как минимум вдвое, уверены организаторы. Ведь борьба обещает быть интересной. Эксперты, рестораны, участников будут посвящать инкомниках. Ни в коем случае не объявлять, будут приходить и принимать во внимание все обслуживание, встречу, серию, кухню. И давать общую оценку. Нам очень хочется, чтобы у них оставались очень приятные впечатления. Одним из первых заявку на участие в конкурсе подал ресторан «Тбилиси». Участие в конкурсе – это, по-моему, большое достижение и рост для нас, как для работников сферы обслуживания. Мы хотим, конечно, расти. Хотим показать, что мы очень сильные. Конкурс открывает предпринимателям большие возможности. Помимо взаимного сотрудничества и обмена опытом, приготовлены призы. Какие – этот секрет организаторы пока не раскрывают. Но главная цель для всех участников – придать новый импульс развитию туристической отрасли региона. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Экскурсию по машиностроительному заводу «Кастехмаш» организовал для учеников средней школы 43 Центр молодежных инициатив. Им показали комбайны «Сампу Азия». Особенно детей заинтересовал производственный процесс. Как собирают такие большие машины? На заводе «Кастехмаш» для учеников средней школы номер 43 организовали большую экскурсию. Но сначала каждому выдали каску. Объясняют – таковы правила техники безопасности. После детям показали процесс производства. Школьников интересует все. Как делают комбайны, легко ли ими управлять. Работники предприятия отвечают на каждый вопрос. Объясняют подробно и, конечно, показывают процесс сборки сельскохозяйственной техники. Центр молодежных инициатив при поддержке отдела образования и управления инвестиционного развития проводят экскурсию для выпускников средней школы с целью популяризации, агитации детей для выбора рабочей профессии. Вот так выглядит комбайн на одном из первых этапов сборки. А здесь уже финальная стадия технологического процесса. Машина готова к работе. Показали школьникам и специальное оборудование для сельхозтехники. Жадки и кормозаготовительные приспособления. А еще раз решили посидеть в кресле комбайнера. Показать производство изнутри и рассказать о продукции, которую делают в Северном Казахстане. Такие экскурсии для петропавловских школьников Центр молодежных инициатив намерен проводить на разных предприятиях города. Денис Севков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Школьники города Булаева за сохранность природных ресурсов. Они достойно представили нашу республику на слете школьных лесничеств, который проходил в Тюмени. С юными натуралистами познакомилась моя коллега Алена Подласова. Команду школьного лесничества «Лесной дозор» создали на базе Булаевской средней школы номер 2 пять лет назад. В составе два руководителя и четыре старшеклассника. Их цель – сохранить природные ресурсы и научиться ориентироваться на местности. По словам директора Булаевского лесного хозяйства, в Тюмени высоко оценили знания наших ребят. У нас на территории Северко-Останской области 2011 года возобновили свою работу «Школьное лесничество». Это цель – воспитание молодого поколения, учеников, любви к природе, экологии. Они не раз участвовали в подобных конкурсах только в нашей области. А вот на международном уровне – впервые. Знали, на них лежит большая ответственность. Сами придумали дизайн формы для выступлений. Кстати, на каждом этапе она была разной. Участникам предложили пройти 9 туров. Нужно было сдать тест на ориентирование на местности, приготовить обед из того, что найдут в лесу, из одной спички разжечь костер. Мы участвовали по приглашению с тюменской стороны. Дети с большим удовольствием участвовали в данном конкурсе, но перед этим велась большая работа. Команда приняла участие не только в эстафете лесной многоборье, но и в личном первенстве. Капитан Александр Тарасов стал бронзовым призером в конкурсе по энтомологии. Он определял виды насекомых Тюменской области по коллекциям и таблицам. Говорит, сложнее всего было на индивидуальном этапе выживания в лесу. Этомологии – это надо было отгадывать насекомых. Давали картинки, ну там, картинки особей взрослых и личинок. И надо было отгадывать, какое это насекомое, какой вид насекомых. Там давалось на задание всего три минуты. Для того, чтобы дети могли больше времени уделять любимому занятию, в школе планируют ввести факультатив по лесничеству. А если кто-то выберет его будущей профессией, то Тюменцы отправят в ВУЗ рекомендательные письма. Алена Подласова, Владимир Боровков. Новости МТРК. К новостям спорта. Североказахстанцы показали лучшие результаты на открытом чемпионате по тайскому боксу. Он проходил в Омске. В нем принимали участие порядка 160 спортсменов из разных городов России и Казахстана. Петропавловск представляли 22 боксера. В копилке наших ребят 20 медалей. По 7 золотых и серебряных, остальные и бронзовые. Самым молодым членом команды стал 7-летний Кирилл Милешин. Он впервые поехал на соревнования международного уровня и сразу же стал чемпионом первенства весовой категории 24 килограмма. Я дома тренировался и выиграл. Мне приятно чувствовать, что я стал чемпионом. Уровень был высокий. Парням пришлось поплатить, чтобы занять призовое место. Но, тем не менее, наши усиленные тренировки перед турниром, наша подготовка нам помогла. Выступили очень даже достойно. 16 октября в Петропавловске стартует 24-й чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд мастеров национальной лиги. В первом туре примут участие обладатель Кубка страны 2015, клуб АТРАУ, призеры республиканских и международных соревнований команда ТНК Казхром из Хромтау, а также наши волейболисты Исиль СК и дебютанты чемпионата Динамо Кызыгурт из Шимкента. Торжественная церемония открытия состоится в спортшколе «Женес» в пятницу в 18.00. Всего пройдет 6 игр. Время начала матчей 16.00 и 18.30. Завершится чемпионат в воскресенье. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Прогноз погоды на четверг, 15 октября. Облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем 1-3 градуса со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова